пойдем сейчас пойдем да уже забегала забегала заволновалась пойдем пойдем у меня коврики сушатся я так решила коврики сушить а поводок где а поводок где поводок нашла нашла поводок ах вот он висит где вот он где висит да осторожно радости радости это сколько радости это сколько а сколько радости так все баловаться сразу баловаться отдай всем привет сегодня поздно выбралась уже пять часов сегодня буду выпрашивать буду сегодня заниматься попрошайничеством и что я буду у вас просить буду просить просмотры моих видео все блогеры выпрашивают подписки и лайки ну и намекают на то чтобы писали комментарии это тоже конечно хорошо я тоже от этого не отказываюсь сегодня я буду выпрашивать именно просмотры вот я последнее время стала вот тоже такая вот как все как все блогеры долго долго скромничала ничего не просила только в конце видео всегда писала там что спасибо там за лайки за комментарии так вот вот она хулиганка опять опять чуть не провалилась сюда уже хотела прыгнуть уже хотела прыгнуть во время очухалась у меня уже был такой опыт прыгнула не думая потом мама вытаскивала да мама вытаскивала ты смотри мне поняла что там все таки может быть глубоко гуляла я тут с ней недавно она как бежала там в принципе как колодец за вот выемка торфяная и она с размаху туда она же не думала что там глубоко и все стала бултыхаться хорошо что я это увидела на моих глазах произошло я плашмя бросилась на землю бросила телефон сторону схватила ее за ошейник и выволокла выволокла да я тут подумал ну самом деле ну что тут такого ну все выпрашивают все выпрашивают вчера или позавчера посмотрела феликса феликс эндкетс эндкет у него один кот феликс тоже говорил что вот надо ставить лайки надо подписываться на канал надо распространять его видео я так сижу думаю ну а что я такая скромная ну что я такая скромная никогда ничего не попрошу у своих подписчиков конечно посмотреть видео если оно вам не нравится это это конечно напряг так скажем да если мне не нравится видео я его смотреть не буду но я думаю что каждый из вас на моем канале найдет хотя бы одно видео которое ему понравится может быть не совсем будет так скучно его смотреть я сейчас вас научу как пользоваться дело в том что youtube у него такой алгоритм если ты подписан на какой-то канал и смотришь этот канал и он тебе все время вот эти видео новые видео показывает да видео вышло и вот оно у меня уже на главной странице а старые видео он я не знаю очень редко очень редко мне кажется даже вообще я вот не вижу старые видео своих блогеров тех которые я смотрю я их не вижу а ведь старые видео тоже интересно смотреть я вот сегодня сама посмотрела свое старое видео о чем же я смотрела как я была в кельне мне так понравилось знаете так понравилось мне просто захотелось еще раз его посмотреть и вообще я так крутанула свои видео да посмотрела там столько интересного но вот столько интересного я не знаю когда я это все пересмотрю мне так нравится смотреть мои видео но конечно же я шучу не ну реально конечно мы сами себя любим и мы любим именно смотреть то что касается нас да мы можем это пересматривать и много раз много раз поэтому вот и интересно вести по этому канал на ютюбе вот именно на ютюбе мне нравится я не люблю там остальные сети там тик ток я даже не знаю как ими пользоваться да толком там инстаграм ну инстаграм я немножко знаю да а вот последнее время я загрузилась я тик ток и что я там смотрю на это главной странице вообще не понимаю там все по-другому не так как на ютюбе на ютюбе там все понятно мы так хорошо прогуливаемся так чудесно 10 плюс 10 всего так классно ветра нет сырой влажный воздух ну так вот я думаю что многие из вас тоже не знают как посмотреть старые видео своих любимых блогеров ну я не про себя говорю что я там чья-то любимая да я вас сейчас научу конечно же многие знают многие знают вот что нужно кликнуть нажать на иконку да на аватарку и откроется канал канал откроется блогера которого вы смотрите да и вы увидите что там есть так что же там было в общем видео плейлисты что-то еще и сама уже не помню в общем у меня есть несколько плейлистов вот и какие же у меня плейлисты ну плейлист там юрмала латвия это понятно плейлиста о покупках и ценах в европейских городах потом у меня есть плейлист о моих путешествиях есть плейлист начинала я свои съемки тренировки с со съемок котиков была у меня такая эпопея кошачья кошачья эпопея я ее называю было очень интересно больше такого нет исчезли все котики чем года 3-4 назад то и 5 и дальше вы знаете что от котика было ну не избавиться эти котики были везде вот сейчас наверно стали кастрировать и все меньше и меньше и вот нашей местности где мы живем здесь тоже везде здесь дачные эти участки в общем этих котиков было немерено на огородах как осень очень много котиков и я помню один год мне удалось пристроить где-то 10 котов котиков в общем жил там мужчина на дачном участке у него кошка была совершенно не ну кормил кошку конечно да но котят он не знал куда девать и пришлось забрать 6 штук было я это к чему рассказываю я хочу чтобы вы начали просмотр моего канала с этого именно с этого плейлиста нет я конечно вас не принуждаю вы можете смотреть и другие плейлисты но я просто хочу попросить ну хотя бы выберите какое-нибудь одно видео и хотя бы самое короткое даже хорошо если вы досмотрите до конца напишите об этом не и поделитесь с кем-то и тогда youtube начинает эти видео распространять можно делиться там ну вы знаете как делиться да вот это очень хорошо для канала я у вас выпрашиваю просмотр своих видео чтобы немножко немножко продвинуть свой канал на youtube так сложно ну так сложно развиваться практически невозможно и вот я смотрю многие блогеры они лепят эти видео там по два видео да точно по видео в день по видео в день это точно но это очень сложно это очень сложно видео два видео в день это очень сложно ну не то что сложно но это время занимает уже устала говорить в общем прошу вас пожалуйста напишите мне да кстати напишите мне откуда вы меня смотрите из каких стран я знаю что меня смотрят больше всего латвия не знаю почему меня латвия смотрит вроде как бы ничего интересного ну что тут смотреть то про латвию не но я тоже смотрю некоторых латвийских блогеров но я не сказала что я увлекаюсь просмотрами латвийских блогеров гораздо интереснее смотреть тех кто живет за границей но это у каждого свои интересы так я отвлеклась от темы котиков в общем такой ну там много действительно интересного это я опять испугалась что она там опять в эту воду я теперь боюсь после того случая я боюсь за нее вот не знаю что я тут наговорила сейчас переслушаю может быть что-то еще дополню поэтому буду вам очень благодарна если вы полистаете мой канал зайдете на мои плейлисты можете на любой конечно заходить там путешествия так там вообще там столько всего я уже сама не помню где я была и снимала на на 1 1 видео у меня было такое самое популярное но кстати набрало очень много просмотров одно из первых я еще снимать не умела я совершенно не умела снимать и не говоря о том уже чтобы там монтировать да и помню купила камеру даже не получилось пользоваться этой камерой и поехала была у нас экскурсия в швейцарию вот ну в общем там как попало снимала но вот одно видео набрало очень много просмотров как-то вот а потом да еще камера там такая была еще не знал что такое стабилизация не ну понятно что такое стабилизация но откуда же я знала как она снимать будет вот то есть еще такие видео немножко трясущиеся телефон лучше снимают ну тогда и телефоны были похуже да еще хотела спросить вот феликс просит узнать у своих подписчиков каких блогеров они смотрят и он хочет с этими блогерами хочет у этих блогеров даже купить рекламу ну мне это не надо я ничего покупать не собираюсь ни у каких блогеров вот я хочу просто узнать кто вот феликс он молодец конечно да я с ним списалась смотрела видео просто написала комментарий да и он мне сразу же предложил немножко меня пропиарить да сразу же предложил вот естественно я его тоже там немножко пропиарила но чуть-чуть мы обменялись до подписчиками и вот то видео где я его пиарила кстати набрала очень много подписчиков не помню сейчас сколько так что феликсу спасибо но вот остальные блогеры вот они не предлагают они не предлагают да вот там у кого может быть буквально на 2 на 2 на 3 тысячи больше подписчиков они не предлагают поделиться своими подписчиками да а мне вот не жалко я могу поделиться мне совершенно этого не жалко поэтому если кто-то меня смотрит и из латвийских блогеров давайте как бы друг друга немножко немножко не хочу это слово говорить на букву р да может быть это для ютюба не очень хорошо но слово пиар наверно можно немножко друг друга пропиарим вот если кто-то меня смотрит из блогеров ну может и смотрят а так конечно они не пишут не пишут комментарии вот вероника смотрела больше больше не пишет чему-то не знаю вероника ты меня смотришь ну вероника у меня соседка так собака собака вероника здесь же живет где я ну почти здесь да вот мы так одно время с ней переписывались переписывались так дружили на ютюбе но самое интересное что мой муж ее несколько раз видел в городе я ее ни разу не встретила так чтобы пообщаться так что вот вы поняли мою идею да наверное уже закончу вот поэтому хочу значит еще раз повторить да ну просто вот там какое-нибудь коротенькое видео посмотрите лайк поставьте может быть какой-то комментарий напишите если не трудно но если не трудно но поделитесь с кем-нибудь так вот даже чисто может быть этому человеку и не нужно с кем вы поделились но все равно как бы мне это будет большой плюс продвижение канала просто я хочу посмотреть как такой способ работает или нет да вот фикс он хочет покупать рекламу своего канала я считаю что ну это не работает может быть работает все работает и все способы работают да вот ну в общем всем спасибо большое спасибо буду рада если вы как-то немножко не поможете до новых видео ну наносилась уже наносилась нет еще не нас не наносилась да ну что там холодная же водичка холодная зачем ты лезешь своим носом нос уже холодно будет холодно до железочка темнеет начинает как красиво как красиво листочки желтенькие здесь листочки еще желтенькие какая красота